В этом году чемпионат Европы у нас выдался в принципе результативным. Екатерина Шакалова выиграла две золотые минали в обоих разделах. Получила лицензию на всемирные игры, которые будут проходить в 2021 году в Нур-Султане, в Казахстан. Это очень хороший результат. Ни у кого на данный момент из украинской сборной не было золота на чемпионате Европы. И тоже это первая лицензия на всемирные игры. Также два спортсмена харьковских. Алена Герман стала второй. Данил Ильинский в категории 62 килограмма стал третьим, уступив всего один балл действующему чемпиону мира, семикратному чемпиону мира по грэплингу. Это тоже очень хороший результат. Значит мы движемся в правильном направлении, спортсмены растут. В целом мы довольны выступлением команды. Я еще как тренер сборной Украины хочу сказать, что в целом команда украинская выступила очень достойно. Много призовых мест. Украина все равно входит в тройку лучших команд Европы, лучших стран Европы. Кубок за третье место в разделе грэплинги приехал в Харьков. Тренерский совет так распорядился в связи с отличным выступлением харьковской спортсменки. И в связи с завоеванием лицензии. Мы открыли буквально недавно новый зал в самом центре Харькова возле градусника. И окончательную подготовку чемпионата Европы мы проводили в этом клубе, клуб Спорт Тайм. Почти месяц мы готовились здесь в полном цикле. То есть это были и борцовские тренировки, и силовая подготовка. Здесь отличный зал тренажерный. Также кроссфиты и функциональная подготовка. То есть весь цикл мы провели в этом зале. Здесь отличные условия. Ну и ждем всех к нам на тренировке. Приходите, пробуйте, работайте с лучшими грэплерами Украины. И не только Украины, а и Европы, и мира. Также в нашем зале развивается панкратион, смешанное единоборство. И мы также участвуем постоянно в профессиональных боях по ММА. С 16 по 19 февраля в городе Риме, Италия, проходил чемпионат Европы по грэппингу в разделе ГИ на УГИ. На эту Европу я перешла в другую весовую категорию с 58 килограмм, перешла в 64 килограмма, так как в разделе ГИ разыгрывалась лицензия на Всемирные игры в 2021 году. Вот. Соревнования как бы прошли успешно, я их выиграла. Вот. Правда, на второй день был такой момент, появилась неожиданная соперница, той, которую я проигрывала всегда в 58 килограммов. Это девушка из Польши. Вот. В прошлом году я проиграла ей на чемпионате Европы, вот, тоже в разделе ГИ. В этом году я собралась, как бы, со своими силами выиграла ее со счетом 4-4. Но, по мнению судей, победила я, так как у меня были лучшие дополнительные показания. Мне удалось завоевать лицензию, вот, что дает мне право участвовать в Всемирных играх в 2021 году в Нур-Султане, в Казахстане. Хотела бы выразить благодарность своим тренерам. Это Антон Бочарашвили, Гиндия Гелия и Владиславу Сороке за подготовку. Мы уже неоднократно выигрывали с ними чемпионаты мира. Вот. Европа нам, к сожалению, не давалась. Вот. Это первая моя Европа, которую я выиграла, и еще и в двух разделах. Это мой второй чемпионат Европы. В этот раз мне удалось показать неплохой результат. Я зайвала второе место. Боролась я в категории 71 плюс из-за конфуза, который произошел на Черебьевке. Но по решению коллективного тренера решили, что мы не сдаемся, идем до конца. И пришлось бороться на 50 и даже больше, килограмм больше собственного веса. Вот. Вот. Я поборолась с француженкой, была также спортсменка с Польши и россиянка. Я выиграла россиянку и полячку, но, к сожалению, француженке я уступила, потому что вес дала себе знать, и меня травмировали в спину. Вот. К сожалению, не получилось выложиться на все 100% из-за травмы. Вот. Но в следующий раз будем стараться завоевывать золотые медали. Хотелось бы поблагодарить своего тренера Владислава Сороку за подготовку, который полностью следил за режимом питания, спортподготовкой, организовывал сборы, поддерживал, мотивировал, не давал опускать руки даже в самых сложных ситуациях. Благодаря ему я завоевала эту медаль, я очень благодарна ему за это. И также я благодарю спортклуб Sportime за предоставленные условия подготовки спортсменов.